Круглый стол стал продолжением рождественских встреч, которые прошли в начале декабря в областном центре. Такой формат совещания, где за одним столом представители различных сфер, руководство города и духовенства, стал новшеством для нашего города. Все они собрались, чтобы совместно выбрать направление работы с подрастающим поколением, определить ориентиры для развития в молодежи нравственности и патриотизма. Но прежде всего, обсудить, как помочь ребенку справиться с проблемами. Поднималась и такая щепетильная тема, как самовольный уход из жизни подростка. И хотя детский суицид – нечастый случай в нашем городе, об этом все равно обязательно нужно говорить. Это профилактика, в первую очередь. То есть мы должны работать на упреждение, не ждать, когда случится беда, и потом начинает разбираться, искать, кто прав, кто виноват. Вот когда есть системная работа, такие вещи не происходят. По мнению главы, только активный диалог и совместная работа с молодым поколением помогут решить многие проблемы. Церковь также обеспокоена психологическим состоянием вокруг ребенка в нашей стране. Епископ Рославский и Десногорский Милетти признался, что самое страшное и сложное решение лично для него – это решение об отказе на отпевание ребенка-самоубийцы. И отметил, что зачастую решение уйти дети принимают не сами, а под влиянием со стороны. Дети из благополучных семей, порой даже из семей, которые очень заботливые, любящие, но случается такая трагедия. Почему? Потому что кто-то, что-то, где-то надавил на психику ребенка, и случилось то, что случилось. Об этом нужно говорить. И слава Богу, что сегодня об этом говорят на всех уровнях власти, на уровнях общественных организаций. И я думаю, что сообща, мы с вами сможем максимально минимизировать эту проблему, связанную с детскими союзниками. Педагог-психолог средней школы номер два Наталья Преснякова призвала всех участников круглого стола в первую очередь прислушиваться к детям и не оставлять без внимания даже самые малейшие изменения в поведении ребенка. Ведь порой это может спасти их жизнь. Когда ребенку плохо, и когда мы видим, что он делает какой-то крик, помощь и зовет, пусть это жесты, пусть это разговор, пусть это крик какой-то, его нельзя оставлять одного. Еще раз подчеркиваю, есть правило трех П. Понять, принять, поддержать, какой бы он ни был и что бы в этот момент не происходило. И тогда, возможно, проблема невозможна, она будет решена. Участники диспута единогласно сошлись на том, что только совместная работа всех взрослых поможет детям стать лучше, увереннее в себе и справиться с любыми жизненными трудностями. Они договорились объединить усилия в данном направлении и сделать все, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно и безопасно в Десногорске. В завершении круглого стола владыка Милети преподнес в дар Десногорской администрации семистрельную икону Божьей Матери. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.